Дорогие друзья, это вступление к двухсерийному фильму о работе сердца. Вот эта диафрагма при выдохе, она давит на легкие и в легких давления, а при вдохе в легких разрежениях. Я хочу вам показать сначала схему, как работает сердце, как оно регулирует подачу крови. При вдохе сердце пропускает в легкие синюю кровь через правое предсердие и правое желудочек. А при выдохе сердце пропускает через себя только красную, заряженную гетроцитами, кровь через левую предсердие и левую желудочек. Таким образом, сердце пропускает через себя кровь непрерывно, но при вдохе только синюю кровь, а при выдохе только красную кровь. Желаю вам во всем разобраться. В конце этого двухсерийного видео вы увидите ссылку на новую теорию про обращение. Разбирайтесь и будьте здоровы. Дорогие друзья, подписчики и особенно работники современной медицины. Сейчас я вам буду прополаскивать мозги своей новой теории кровообращения. Я вам покажу, как работает правый желудочек и левый желудочек сердца при вдохе и при выдохе. Согласно моему новой теории кровообращения, сердце постоянно пропускает через себя кровь, но ни в коем случае ее не качает. Кровь перекачивается за счет того, что диафрагма сжимает легкие при выдохе и создает разрежение в легких при вдохе. Итак, начинаем. При вдохе в легких пониженное давление по сравнению с атмосферным. И поэтому при вдохе, вот здесь давление ниже атмосферного, где-то на 20 миллиметров водяного столба. Поэтому вот эти клапана, клапан ледочного ствола и трехслотчатый клапан правого желудочка, они открываются, потому что давление перед клапаном выше, чем давление за клапаном. Это имеет место для обоих этих клапанов. И они пропускают в течение всего вдоха, скажем, за 8 ударов сердца, 8 порций венозной крови, которая при вдохе накапливается в легких. Легкие расширяются при вдохе, набирают и воздух, и синюю венозную кровь. Вот этот цвет показано. В это время, в правом желудочке, за счет того, что в легких, вот здесь, давление меньше атмосферного, а на выходе в аорте давление больше атмосферного, вот эти клапана, клапана орты и метральный клапан, они при вдохе закрыты, то есть при вдохе артериальная кровь вот здесь в желудочке заблокирована и никуда не идет, оба клапана закрыты. Здесь проблема в чем? Медики не знают физики. Клапан открывается только тогда, когда давление на входе выше, чем давление на выходе. Ну а поскольку давление на входе нейтрального клапана при вдохе ниже, чем на выходе, поэтому этот клапан закрыт. То есть, еще раз при вдохе, сердце пропускает только синюю венозную кровь, и она накапливается в легких. Переходим к выдоху. Картина диаметрально противоположная. При выдохе в легких давление больше, особенно когда человек громко поет мантру АОМ. Диафрагма давит на легкие, и вот здесь давление на входе нейтрального клапана выше, чем давление на выходе. И он открывается. Творки его расходятся в сторону, он открывается. Здесь то же самое. Клапан оорты открывается, И во время выдоха, когда человек громко поет мантру или молитву, в течение восьми ударов сердца при полном дыхании йогов, идет артериальная, богатая заряженными граоцитами, красная кровь. Здесь показано оно красным цветом. В это время что происходит в правом желудочке? В правом желудочке оба клапана, и трехтворческий клапан, и клапан лёгочного ствола закрыты. Почему? Да потому что вот здесь в лёгких давление больше атмосферного при выдохе. И этот клапан не пропускает в этом направлении. Он так устроен, что он автоматически закрывается. Этот клапан в трёхточке тоже закрывается, потому что давление здесь больше, чем давление здесь. Всё. В этом состоит физика сердца. То есть я вам сейчас покажу в динамике. Я буду шипеть на вдохе и громко петь мантру на выдохе. И так, я начинаю. А-О-М Чем громче вы поёте мантру и молитву, тем больше наполнения крови в желудочке влево. Чем больше вы создаёте сопротивление при вдохе, тем больше накапливается здесь виновная кровь, и больше крови передаётся в детстве. Таким образом, полное дыхание йога интенсифицирует движение крови по сосудам. Сосуды самоочищаются, человек становится здоровым, он не подвержен никаким раковым заболеваниям, потому что при диафрагмальном дыхании ещё и лимфа хорошо качается, человек становится здоровеньким, иммунная система крепкой. Вот в этом заключается практика моей новой теории кровообращения. Пойте громко и ритмично молитвы и мантры, и вам не нужны будут никакие врачи, никакая фармацевтика. Ваше здоровье в ваших руках. С вами был Николай Павлович. Просьба врачей, выставьте свое мнение на конец, полтора года этой теории, и все пропускают её мимо. Ну, я её использую для своих корыстных целей. Буду жить больше 150 лет. Берите с меня пример. Не подписывайтесь на мои новинки. Удачи всем. Крепкого здоровья и вечной жизни. Операция сердца. Десять лет назад, когда я проживал ещё в городе Истра, Московской области, я входил на рынок и купил сердце быка, которое вы сейчас видите, лежащим на большой тарелке. К счастью, сосуды были отрезаны не совсем, и здесь многие из них видны. Я сейчас прокручу видео, но без звука, потому что объяснение там было совершенно неправильное. Я вам сейчас всё растолкую в соответствии с моей новой теорией кровообращения. Я включаю фильм без звука. А потом я вам всё расскажу и покажу её. И здесь, в принципе, стационарная картинка. Вы видите, что сосуды бывают высокого давления. Вот они. Толстая стенка белого цвета. Это тоже сосуды высокого давления. О них я вам потом расскажу. Вот время видео идёт. Я раньше там что-то объяснял неправильно. Вот, а сейчас я перехожу Сосуды низкого давления. Вы видите, насколько они тоньше. Синего цвета. Вот они. Это верхний сосуд по низкому давлению. Это отходящие. Это два сосудов низкого давления. Ну вот, видео закончилось. А теперь я вам по новой всё расскажу. Вот, видео закончилось. А я продолжаю объяснять. Сейчас я возьму картинку, на которой всё лучше видно. Вот так. Сначала поставлю. Итак. Это у нас аорта. Сосуд высокого давления. Из которого выходит красная с большим зарядом ретроцитов кровь. Под давлением. Это сосуд высоко давления. На выходе из сердца. То есть, кровь выходит отсюда. Под давлением. А вот здесь обрезаны два входящие сосуды высокого давления. Почему их два? Один сосуд идёт от левого лёгкого, другой сосуд идёт от правого лёгкого. И вы видите, что они такого же цвета, как и аорта. И тоже являются сосудами высокого давления. На этом я хочу немножко остановиться. Откуда я всё это взял? Ещё более ста лет назад великий японский учёный, начальник тактийского метро, между прочим, сказал в своей книге «Золотые правила здоровья» Коксу Даниши, а также в книге «Энергетическое дыхание» Коксу Даниши, «Энергетическое дыхание» что сердце не качает кровь, а кровь качается с помощью диафрагмы и способствует передвижению крови. Ещё и работа самих мышц. Когда вы бежите, мышцы ступней качают кровь. Когда вы сжимаете кулачки при сдаче крови донорской. Вам говорят, что качайте ручкой кровь, чтобы кровь текла. Я специально свой кулак показываю. Так вот, наша медицина совершенно не представляет себе, как работают сердце, легкие и диафрагма в своей совокупности. И вот эти сосуды называются легочными венами в нашей медицине. Вот они, легочные вены. Ну это же просто с головы с ног на голову все поставлено. Все понятия. Вот это сосуды высокого давления. Одни одного цвета и по ним идет кровь под высоким давлением. Вот сюда входит кровь от легких под высоким давлением. А отсюда же выходит под тем же высоким давлением. Но уже с импульсами, потому что сердце преобразовывает ток в импульс. Значит, вот здесь давление большое, поэтому кровь движется отсюда и выходит вот сюда. это левая половина сердца. Теперь переходим к сосудам низкого давления. Вот здесь показан сосуд, полый сосуд верхней низкого давления. снизу, где где-то подходит, сосуд полы нижнего низкого давления, который идет от живота и ног. проходя через правый желудочек, на выходе вот отсюда выходит вот отсюда и отсюда выходит синяя бедная кровь. Вот отсюда, допустим, к правому легкому, а отсюда к левому легкому. Это сосуды низкого давления. Они синие, по ним идет бедная синяя кровь. Попадая вот из этих сосудов к легким, кровь там подзаряжается и, когда наступает выдох, из легких диафрагмах выжимает вот по этим вот сосудам идет красная заряженная нейтроцитами кровь, проходя через сердце, она идет ко всем органам человеческого тела. Таким образом, понятие вен и артерий совершенно не соответствует действительности. Настолько студентам пудрят мозги венами, артериями, нет никаких вен и артерий. В природе есть сосуды высокого давления, вот это аорка, сосуд высокого давления, и вот эти два сосуда высокого давления, которые идут от правого и легкого легкого. Вот это сосуды низкого давления, вот вы видите. Один американский ученый правда сказал в интернете, я сам не понимаю, почему вот это называется венами. Я тоже не понимаю, почему вот это называется венами, а вот это называется артериями. Бедные студенты медицинских вузов, пора пересмотреть понятия и аксиомы. Сердце не качает кровь, сердце регулирует потоки в зависимости от нагрузки. Вы побежали, сердце работает двое чаще, мозг подсылает на мышцу миокарда соответствующие электрические единицы, сердце начинает прокачивать через себя, пропускать через себя, не прокачивать, пропускать через себя ту кровь, которая уже под давлением идет от легких. Человек побежал, он сильнее давит диафрагму на легкие, и тем самым качает кровь. Вот на этом и основана моя новая теория кровообращения. Ссылочку я вам в верхнем углу сейчас дам. Также дам ссылку на песни моей души от Владимира Душевского. Послушайте энергетику моего дыхания и моего кровообращения. С вами был Николай Палыга. Вам крупно повезло, что вы наконец-то увидите, как выглядят настоящие сосуды. Маша, что ты тут мне сказали? Скажи мне. Я прямо это все сейчас записываю. Что мне там еще надо сказать? Скажи. Ну, громко. Ты начала ошибки у кого? У кого ошибки? Я нашел ошибки у современных представлений нашей медицины. Нет. студенческие годы. Да, я тоже у профессоров искал ошибки, за что они мне были очень признательны. Я не знаю, будет ли мне признательна официальная медицина на Нобелевскую премию я не рассчитываю, но люди дорогие, ваше сердце в ваших руках. Если вы громко поете мантры, ну, значит, у вас хорошо будет качаться вот по этим сосудам высокого давления артериальная кровь. Не артериальная я ее называю энергетически заряженная с большим зарядом и процедом крови. То есть очищенная уже с питательными веществами и с зарядом. То есть та кровь, которая питает все ваши органы. Если вы громко поете мантры, примерно так. Ручкой я вам показал, как сердце гонит в аорту красную богатую кровь. Разберитесь моей новой теорией кровообращения по этой громко мантры и молитвы у вас не будет никаких заболеваний ни рака, ни инфаркта, ни инсульта, потому что сосудики ваши будут чистые, как вот эти сосуды высокого давления у молодого быка. Желаю вам всем здоровья, счастья и подписывайтесь на мой канал.